Я начал подозревать, а не то, что я понял. Понял я потом уже, когда, вернее, принял, скажем так, принял все это, опять же, на тех сборах активной реабилитации. То есть я принял свое положение. На тот момент я не пытался, я просто жил тем, что я скоро вот-вот начну ходить своими ножками. Ситуация такая, что я полностью беспомощный, что все за меня делают. А я все думаю о том, как я буду ходить, бегать. Физические всякие упражнения, занятия, массажи, это я воспринимал, делал, принимал. А реально ничего не происходило. И я не учился самостоятельности никак ни разу. И потом меня позвали на сбор активной реабилитации. Это вообще шок был, как это так, я куда-то поеду без родителей. Без их ухода я себя просто не видел, да и не мог. Вот меня вырвали из объятий бабушек, мам и привезли в санаторий. Это для меня шок, естественно, был, но там такие профессионалы были. Ко мне пристали человека, который просто не давал мне впасть в отчаяние, что я ничего не могу. То есть он все делал, помогал, что мне нужно делать. Но в то же время меня учили делать это самому. Первый раз я час, наверное, одевал только штаны. Они сидели и ждали, смотрели, как оно. Естественно, это все были азы. И это все очень медленно, очень сложно было. Опять же, но я понял, что я могу что-то делать сам самостоятельно. Когда сам пересел с коляской на кровать. Ну, это шок был не для меня больше, а для родственников. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!